разравнялся всем здорова адепты отходим от экранов это это вам будет сложно для морального восприятия короче очень интересно сделать есть типа новая до транспорт не снимаем потому что оставляем там 320 риску пойдем по схеме у нас миксер работает сейчас беспрерывно трудится покажи банку это 1к материал я его сейчас разведут так как мне хочется нанесем 1к не знаю сколько слоев открасим каким-то серебром дед вот специально попросил что-нибудь помельче серебрышка skoda и супер супер типа я не пробовал вчера нет нет где супер быстрый который ну короче высокоэффективный чистый лад вольнем им делать это все будем вот прямо сейчас пока никто не пришел у нас никто не отвлекает так боится это бодяга в стандартном то есть у вас все стандартное все чего начинаем так у нас крылышко туда надо реально 150 грамм а сколько примерно густой да то ты шо ну один к одному рекомендации так ладно и это да налью соточку сейчас расход два слоя ведь от серьезный расход меня сейчас интересует меньше всего прям вообще стандартный доберу не за своих бабки куплю понимаешь этого у меня сейчас давай пока 50 просто гляну что получается стоять сохнет быстро по идее 40 минут при 20 условно я не знаю мне интересно сколько сейчас помещений довольно расскажу зачем мне интересен этот материал именно ну просто во первых я его сейчас увидел давненько работали параллельной паре и ребята дубас или в принципе все элементы через 1к подготовщики отдавали подготовщики отдавали все под 320 иногда даже под 280 пацаны переливали 1к материалом правда это шпиц был и открашивались у них скорость была в половину быстрее чем у меня потому что подготовщик быстрее дает чувак просто наносит два быстренько слоя через 15 минут у сидит мой пистолет заливает базу и красит скорость работы выше я думаю если бы качество у них страдала и хреново было нет не смогли так работать их бы просто изнасиловал начальство поэтому да вариант спорту имеет место жить если этим работали на постоянной основе то почему бы нам этого я знаю как она работает и видел результат на выходе ну я подготовщики так отдавали так и готовы там надо в паре работы до паре на вопрос скорости а цена вот этого вот ну ни о чем даже у дорогого материала взять относительно скорости но опять же расход наждака человеку надо тереть не 400 не 600 не какими-то там файнами супер файнами дорабатывать что-либо они в чухали 320 что-то до часа летом файлами отдали все если уже так то говорят технологии завода что этот грунт забивает самые возможны все возможны еще чуть-чуть у них весь материал вот по своему такому специфику на пленину густой он нужно с одной стороны это хорошо что он густой ты можешь делать что хочешь 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 пожужжить с другой стороны блин это надо к нему именно привыкать именно себе мозг там перестроить привыкнуть принципе к любому материалу надо привыкнуть но тут надо очень прям привыкнуть ну да если там современных во многих тебя хочется оттуда уже разбавитель убрать здесь нужно и вот ну так чтобы убрать я еще не сталкивался но мне очень нравится когда ты взял по сути готовы смешал два компонента перемешал их и пошел то есть у тебя есть четкий стандарт не ты знаешь что сегодня такой материал завтра будет таким же потому что твой фактор исключен сегодня ты налил пять процентов завтра семь процентов он у тебя потек или еще что-то произошло вот чисто с этой точки зрения мне не нравится когда тебе надо там 40 процентов сто процентов наливать этой чисто моим не ну это и поудобному каждому свое так давай обеспилю обезжирю и мышь там будем краситься грунтоваться краситься и лачиться буду вообще с одной дюзы с одной башки просто приближаемся к условия монету а хочется обезжирена протерта липкой салфеткой сейчас прохладно камера еще и нагрелась и пистолет колоду только с машины вытащил поэтому первый слой дадим подождем нормально пока высохнет и 2 тоже полную в процессе буду корректироваться я вообще этим материалом не работал таким материалом очень давно что еще открытый металл который есть надо закрывать кислотником потому что один к материал не является изолятором и этим защитой от коррозии вообще как бы никакой поэтому если нам нужно защитить металл один к хотя бы с баллона кислотник накрыли и потом этот чисто под покраску мокрый по мокрому давление 2 подача на всю факел на всю жиденько хорошо нравится второй слой будет вообще жирно ложится ждем ну в идеале подождать пока он перестанет липнуть а он помотовеет будет видно хорошо ждем тогда пока помотовеет о камера начала прогреваться у нас тут снизу чуть-чуть потекло потому что ну все холодно очень камера только нагрелась ну сохнет неплохо но холод холод нельзя что меня на шпаклевки ореолы пошли я виноват а тут температура ну куда руками грязными дети туристы ходят тут по камере ходят тут ходят у меня этот потек на мина мне вот тут надо глянуть просто на саму такую риску как строить деньги вот так вот так теперь вот так вот так вот так вот так вот так крючки суга огонь подождем посмотрим я ну уже нормальная температура потормай пожалуйста базу развели разровнялся причем реально разровнялся прошло но мы базу минут 10 замешивали в камере правда тепло камера дубасе тут больше 20 пробуем ради интереса пробуем микрофайл это у нас сколько 600 примерно чьё это вообще неизвестно креду основа пенка крепче чем у 3 мы 3 м легче рвется ради интереса есть примеру мусор да у нас или чет нам не нравится вот надо не знаю по наждаку непонятно на липу родим или нет но ничего за собой не катится то есть нету этого катышка однокомпонентный материал тепло сохнет давайте на торце попробуем протереться на сколько он тут хоть лежит много ну немного не надо микрон 15 где-то дать салфеточку сейчас мы протрем ся то есть на подтир нормально 10 минут в камере то есть ну когда тепло более чем между слоями если нормально было тепло у нас бы ушло минут пять не больше нормалек нормалек можно вытирать можно даже покрупнее наждачок взять все надо сейчас выбрали сереброшечка с мелким зернышком мы просто глянем вот тут после сушки 320 тела не села больше мне как бы ничего не надо сохнет нормально трется если что надо нормально чё еще надо давление 13 припыляем так вот вот так вот вот Готово дать салфетку ради прикола Отлично, валим дальше Так, теперь полный один Межслойка и еще один полный эффект Итак, база просохла, протремся липкой салфеткой Нанесли два полных и эффектный рассыпал Не показывал, потому что смысла в этом не вижу Но, Виталь, эта база, видишь, она матовая В отличие от черной, которая стоит глянцевой у вас То есть тут такие у Макситона приколы с краской Лучше подойти и пощупать, как я вот тут сделал Потому что одно матовое, другое глянцевое Очень много свинца Свинец прям в осадок выпадает Вон там, если показать камеру, это видно Только в маске работать и в перчатках Лачок мы развели Какой-то супер быстрый Какой там номер Короче, какой-то супер быстрый Я не запоминаю эти цифры Это для меня очень сложно У меня мозг не подготовлен под это Наносить мы его должны Фу! Сата в руки взял, господи Наносить мы его будем первый полный и второй полный Правильно? Он жидкий, разводится два к одному Разбавитель, ну, реально не надо Даже по ощущениям не надо Поехали! Да, Жиденький, ты хочешь сказать, что надо сейчас сразу Прямо, прям сразу Ладно, он на отлип еще будет тянуться или нет? И можно будет валить? Ну, давай! Смотри, я у тебя уточню Если что не так Ты же сам понимаешь Лак говно Материал говно И ты, кстати, тоже попадешь По эту раздачу Если чего Ну, ждем Чуть-чуть Буквально чуть-чуть Ну, лак жидкий Действительно жидкий Кстати, в отличие от тех вчерашних лаков, которые показывали Посмотрим, как сохнет этот Но вчерашние Они простояли ночь в камере Да, было холодно Но мы им дали термоудар минут на 10, наверное В 60 градусов Они мягковаты Вот это, конечно, минус Мне такое не нравится Что Долговато сохнет И это нормально И он не потечет Подожди, мне должен и не потечет Это разные вещи Ну, смотри Я валю до глянца Ну, как? До глянца То есть я делаю то, как я уже увижу Не то, как он может быть встанет Нет Да, да Давай И теперь момент Все, выходим, потом посмотрим Во мне страшно Помыл я пистолет Еще тянется Но в общем фоне все нормально То есть не на линии конта не потянуло У меня тут грунт на холодном потянуло Лат нормально стоит Там, где подлил На плоскости все нормально Только по конту собралось капелька небольшая Ну, интересный, конечно, способ Что первый фактически полный И сразу еще один Не знаю По мне так это Что-то не то Ну Я бы дал бы все-таки Все-таки минут пять бы ему давал Почему? Ну и пусть будет закрыт Ладно Мне интересно, когда он, ну, именно встанет Чтобы уже все Посмотрим Двадцать минут точно прошло Плюс-минус пять Ну, плюс пять минут, возможно Он уже на отлип То есть на пыль Все Конечно, еще не монтажка Но в этой сушке у нас не было Это просто Ну, просто вот Двадцать градусов Двадцать два Отпечаток видно Оставляет Ну, этот, по крайней мере, быстрее сохнет Чем те, что мы вчера пробовали Это мне Мне это больше интересно Не знаю, чем Сереге будем лачить Сейчас еще мы один лак вольем Ну, и тогда определимся Да Ну, этот хоть сохнет Нормалек Видишь, уже Уже нормально Уже интересно И он растекается Такой Повеселее Это без разбавителя То есть вот как есть Лак, отвердос И он реально тоненький Первый он такой Поплыл Ну Тонкий-тонкий Ну, если еще поиграться Разбавителем Ради прикола Его можно вообще выложить Не, ну Разбавителем хочешь Есть ингредиент Чуть дольше сохнет Сейчас мы его возим Давай, сейчас, да На крылочке, чтобы я определился И все Да, ладно Все С этим все Мы еще тут поэкспериментируем И у нас идет Интересная работа У Сереги опять открылся капот Будем капот нам перекрашивать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому